здравствуйте друзья это видео анонс летнего курса обучения натуропатии с вами доктор олег вадимович кончеренко врач с 18-летним опытом работы почему летом потому что период отпусков людей есть время длиннее солнечный день и больше сил и энергии летом к тому же обучение в группе оно дешевле за счет того что собирается группа занятия будет проходить онлайн практика показывает что раз в неделю достаточно встречаться по два часа в течение двух или трех месяцев программа курса обновлена на процентов 30 теперь будет два этапа первый этап начальный базовый программу вы можете прочитать на сайте я еще с прокомментирую первое это обзор физиологии анатомии человека этот курс предназначен не только для медицинских работников врачей гомеопатов терапевтов это не так же для среднего медицинского персонала и даже для не врачей я считаю что каждый человек должен быть самому себе врачом знать как устроено тело уметь правильно ставить диагноз себе при каких-то ситуациях когда нет возможности обратиться к врачу и элементарно знать как укажет за своим телом как его очищать поэтому понятно что в медицинском институте где учился анатомии физиологии учили два года но без этих знаний вам тоже не будет понимания как все работает как интерпретировать жалобы симптомы поэтому я вам вкратце расскажу о устройстве организма о системах как они взаимосвязаны принципами натуропатического лечения почему следует исповедовать целостный подход к лечению оздоровлению человека правительной медицины которые есть и фитотерапия гомеопатия аюрведа рефлексотерапия какие есть вообще методики лечения натуропатического очищения организма разберем практики очищения организма разудочная терапия голодания какие есть методики какой есть практический опыт врача по эффективности при каких заболеваниях какие методы лучше подходят методы очищения печени кишечника почек и крови вам будет даны уже проверенные рекомендации по которым лечат врачи в моем центре здоровья вы просто и будете использовать чтобы не навредить себе и своим пациентам познакомлю вас с уже готовыми на натуропатическими препаратами которые можно подбирать даже самостоятельно в котором есть очень понятные показания то есть вам не надо учить месяцами и годами гомеопатию или фитопрепараты уже есть готовые комплексы для по симптомам по болезням познакомлю вас с принципами диагностики и резонансной медицины что это вообще такое века тест частотное лечение в принципе вообще регулирующими дни медицины есть медицина на действующие на уровне молекул и химическая это наша современная медицина больниц и поликлиниках в основном это кита блокаторы препараты которые что-то блокируют давление снижает либо температуру но они могут загонять болезнь внутрь а есть следующий уровень это регуляционная медицина когда организму дается сигнал как отрегулировать процесс где сильно слишком интенсивно идет отклик организма например выработка температуры как его вернуть в норму то есть вот регулирующая медицина она и она безопаснее и есть возможность действительно вылечить человека не подавить на время симптомы лечение инфекции без антибиотиков то есть можно использовать другие подходы в лечении поговорим о теме паразитов простейших вирусов грибков какие они заболевания могут вызывать какая не бывает симптоматика какие есть вообще альтернативные способы излечения инфекции методы нормализации массы тела поговорим о том почему сейчас люди поправляются за счет каких продуктов как изменить свое питание чтобы не набирать массу тела диетологии здоровое питание расскажу о вегетарианстве и сыроедении и малоедении не все так однозначно как принято можно прочитать в интернете для каждого действительно индивидуальный человек подходит утренний питание расскажу о плюсах и минусах практике омоложения как замедлить старение любая хроническая невылеченная болезнь она ускоряет старение человека расскажу о основных болезней цивилизации почему сейчас люди за счет чего какие самые распространенные заболевания как остановить их развитие психосоматика психология здоровья счастья формирование здоровых привычек цель вот моя как врача не просто однократно вылечить человека и он уходит жизнь продолжает неправильно лепетации или эксплуатировать свое тело болезнь возвращается то как это обычно у нас медицине происходит важно человеку рассказать о первопричинах рассказать о какие привычки надо изменить своей жизни чтобы болезнь не возвращалась с об этом поговорим о том как это самое сложное изменить человека его привычки но есть наработки мои которые вам помогут как найти нужные слова как объяснить человеку рассказать чтобы действительно человек поменял свой образ жизни стал заинтересован вести более здоровый образ жизни и следующий курс это для тех кто уже проходил вот этот базовый курс мы поговорим на более глубоком уровне о конкретно будем разбирать самые распространенные заболевания я буду конкретно говорить что мы и каком заболевании как какие нужны подходы к диагностике к лечению какие натуропатические препараты именно стоит использовать и буду уже давать готовые схемы также я прочитаю дам курс о современном лечении вирусных заболеваний по современным представлениям вирусы особенно семейство герпеса вызывает намного больше проблем которые принято считать и расскажу какие есть методики и препараты для того чтобы лечить вирусные заболевания и те болезни которые считаются неизлечимыми там это могут быть аллергии аутоиммунные процессы и даже онкологии в основе этих заболеваний лежит вирусная природа еще расскажу уже для опыта для более опытных наших учеников о новой немецкой медицине о том как психосоматика влияет на развитие заболеваний о том как понять то или иное заболевание что является психологической причиной этих заболеваний как это устранить друзья записывайтесь пишите мне по вайберу или ватсап или на почту группы будут небольшие будем встречаться раз в неделю занятие будет длиться полтора два часа и вы получите новые знания которые дадут вам что больше эффект в вашей деятельности оздоровительной во первых свое здоровье поправить быть более эффективным консультантом по здоровью для других людей получите новые технологии методики как помогать людям закрепите свои знания и надо постоянно развиваться эволюционировать потому что наука не стоит на месте постоянно появляется новых знаний конечно же всем участникам обучения в конце будут выданы сертификаты о прохождении курса обучения и в конце будет традиционный мини-экзамен где вы выполните задание врача составите схему лечения жду вас на курсе до встречи в следующем